Добрый вечер. Эфир от Амикен Бизнес Ченнел. Продолжает программа «Время говорить». И сегодня главная тема для обсуждения, наверное, для всей страны – это предложение Отечественного Министерства Энергетики об отмене государственного регулирования рынка дизельного топлива. Вернее, цена на дизельное топливо. На прямой связи с нашей студией из Алматы Сергей Смирнов, эксперт нефтегазового сектора. Сергей Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с главного. Насколько, на Ваш взгляд, доводы Министерства Энергетики о том, что действительно большой объем дизельного топлива из Казахстана перетекает в сопредельные страны, состоятелен? Ну, если говорить о перетоке в России, то этот довод абсолютно несостоятелен. Дело в том, что там с начала года введен запрет на продажу топлива классом ниже Евро-5. У нас же в стране дизель, классы Евро-5, только недавно начал производиться, это на Чемкенском нефтеперерваточном заводе. Остальное идет все классом ниже. Поэтому о каких-то массовых коммерческих вывозах дизельного топлива, допустим, в России, говорить вообще не приходится. Можно говорить только о соседних среднеазиатских республиках, это Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. Но туда, как они говорили, что приезжают, вывозят не цистернами, а проходящий транспорт, потому что они заливают к себе бензобаки, потом возвращаются обратно, опустошают, возвращаются. Но это аргумент, с моей точки зрения, просто смешно. Насколько, на ваш взгляд, по вашим оценкам, велик серый рынок кустарных перевозок дизельного топлива, например, в Кыргызстан или в Узбекистан? Ну, просто, если сходить из ценовых соотношений, у нас, там, меньше 100, насколько я понял, намерены повысить цены до 115 тенге за литр дизельного топлива. А вы вот называли тут цифры, что там 160-180 тенге за литр, то, естественно, такое повышение, теневой вывоз дизельного топлива в сопредельной республике, в ту же Кыргызию, оно значительно не снизит. Скажите, пожалуйста, вот ваш коллега, в смысле эксперт Галим Хусаинов сегодня писал, что уже в Алматы сегодня был дефицит дизельного топлива, его не продавали. И к концу дня, уже после того, как Министерство энергетики выступило с этой инициативой, цены вдруг подскочили до 160 тенге. Действительно ли это так? Не, ну я вот, цены я не видел сегодня, но, по крайней мере, вчера на осеной заправке я проходил случайно мимо, там дизельного топлива продавалось спокойно. По старой цене? А на то, чтобы подскочить до 160 тенге, я, честно говоря, сомневаюсь. Я, правда, не видел эти цены, но стирка запределена получает значительно выше, чем стоимость даже бензина. На уровне где-то бензина, наверное, 98-го, 160-го, когда будут продаваться. Это нереально. Скажите, пожалуйста, а вот что касается истинных причин, которые, ну скажем так, подтолкнули Министерство энергетики к такому заявлению? На ваш взгляд, все-таки это лобби чье-то? Не, ну конечно, просто намерены получить больше дохода от продажи дизтоплива. В связи с этим, если мы посмотрим хронологию, то всегда, когда у нас останавливались заводы на плановые ремонты, у нас всегда возникал дефицит топлива, и, соответственно, это вело к росту цен. Сейчас у нас будут остановлены два завода на плановый ремонт, соответственно, следует ожидать дефицита и соответствующего роста цен. А поскольку цены регулированы, у нас до последнего времени на эти оставшиеся два вида топлива, дизтоплива и АИ-80, они регулировались, то их просто так поднять нельзя. А если сейчас отменить госрегулирование, то их без проблем можно поднять до 115, до 120 деньги. Скажите, пожалуйста, насколько большой реальный спрос в Казахстане, внутренний спрос, ну вот в объемах, может быть, на дизтоплива сегодня? Ну, дизтопливом, я думаю, у нас в основном это потребляет, это сельское хозяйство, армия и транспортные перевозки, автобусы, грузовые автомобили. Ну сколько это, 200 тысяч тонн? А основной парк рейковых автомобилей. Не, ну как у нас где-то из России около 500 тысяч тонн ежегодно завозится. Вот это объем дефицита в республике, можно оценить именно в эту величину. А что касается внутреннего потребления? Остальные объемы производятся на наших местах НПЗ. Скажите, пожалуйста, ну вот, как известно, допустим, дизтоплива для аграриев, для сельхозников, оно все равно, ну как-то там будет цена ниже. Есть ли шанс, что после того, как в общем на рынок отпустят именно дизтоплива, что для агрария все-таки все равно тоже подрастет цена, даже при госрегулировании? Я думаю, что она тоже подрастет, но все равно льготы какие-то будут, потому что если аграриям поставлять топливо по тем ценам, которые будут продаваться в рознице на автозаправках, то эта цепочка приведет к росту цен практически на все сельхозпродукты. Плюс еще транспортные расходы тоже увеличатся, а это тоже грузовой транспорт. Тот же самый железная дорога, она потребляет дизель. Эта цепочка приведет к довольно большому скачку цен. Это зависит, конечно, от того, насколько цена на дизтоплив. А вот что касается инфляционных ожиданий, насколько вот есть прямая связь между ценой на дизтоплива и, скажем так, каких-то там инфляционных ожиданий, на ваш взгляд? Нет, ну понятно, что транспортировка грузов, она является составной частью, она лежит в цене любого товара. Если подскочит цена на транспортные перевозки, которые будут вызваны повышением роста на дизтоплива, естественно, это приведет к росту инфляции. Насколько это, опять же говоря, будет определяться ростом цены, насколько возрастет цена на дизтоплива, насколько она повысится. Ну и, наверное, такой еще вопрос. Как вы считаете, как быстро примут, ну, перейдет вот эта стадия от предложения до, скажем так, постановления? Ну, это сложно судить. С одной стороны, правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы этот процесс произошел позже. Я объясню, почему инфляционно связано с сельским хозяйством. Сейчас у нас начинается уборочная, и если цены будут освобождены, то, естественно, вырастет цена на дизтоплив, и даже с учетом льготного датирования сельхозпроизводителей, все равно цены подрастут, придется тогда и льготы тоже, затраты на льготы придется увеличивать. Это лишние расходы из бюджета, которые у нас так дефицитны. Я думаю, по-хорошему можно было бы подождать до окончания уборочной, но в связи с тем, что у нас там в министерстве зашевелились и заговорили об этом уже сейчас, я могу напомнить, что сначала впервые о том, что цены на дизтопливо собираются отпустить свободоплавание, заговорили в декабре прошлого года. Потом вспомнили в конце мая, начале июня этого года, потом опять, так сказать, мы поймали тишину, и сейчас опять заговорили о росте цен на дизтопливо. Я думаю, что они все-таки не дождутся, не будут ждать, пока окончатся сельхозработы, и все-таки, наверное, подымут где-то вот в августе, наверное, произойдет это освобождение дизтоплива от регулирования, соответственно, что приведет к росту цен на дизтопливо. Сергей Леонидович, спасибо вам большое за продуктивную беседу. Я напомню, что это была в эфире программа «Время говорить». Всего доброго.